Добрый день, с вами я, Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из варминской студии ItGlob. Четвертый международный конкурс дизайна LADGE, призванный отобрать лучшие проекты по переработке вознобновляемой энергии для города Санта-Моника в Калифорнии, начал свою работу. Коллегия из 20 членов жюри огласит победителя завтра, 6 октября, в конференц-центре Лос-Анджелеса. Конкурс с LADGE был основан в 2008 году художницей Элизабет Моноян и ее мужем-архитектором Робом Ферри с целью способствовать уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу путем создания арт-объектов зеленой энергетической инфраструктуры, которые являлись бы одновременно экологичными и эстетически привлекательными. Моноян и Ферри считают, что ориентация на самодостаточное развитие относится не только к использованию ресурсов, но и к гармонии с окружающей средой. Для проведения конкурса каждые два года организаторы LADGE выбирают площадки, предлагающие возможности для использования ветра, солнца и воды в качестве источников энергии для небольших электростанций. Предполагается, что арт-проекты участников также должны вписаться в инфраструктуру выбранной площадки, технические характеристики которой можно загрузить с официального сайта конкурса. Насладиться визуализацией некоторых проектов участников конкурса вы сможете, перейдя по ссылке в нашей статье на Facebook страницу конкурса. А чтобы узнать больше интересных новостей, мы приглашаем посетить вас наш сайт itglobe.ru. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...